Доброе утро. Буэно маньяне, я не знаю на ком это, на испанском и итальянском. Ну, что хочу сказать, стою я в Италии уже с пятницы, сегодня воскресенье, воскресенье, 13 марта. Паркинг такой интересный, это город Камо, возле известного озера, только с другой стороны от озера, там где озеро я ездил в пятницу, сдавал груз, вот, что еще. А здесь уже как бы такая платная стоянка, большая, где-то 150 машин, самое интересное, что подъезжаешь по этому датчику, открывается шлагбам, заезжаешь, а вот выезд, наверное, тоже по этому датчику, телепассу, я так думаю, что платить мне ничего не надо, но я первый раз, не знаю, посмотрим, я спрашивал этого чудака, который там на воротах сидит, он говорит, на выезде надо будет оплатить, если не откроется шлагбам, значит, наличка или еще чем-нибудь, или карточкой, или наличкой, вот, но это посмотрим уже завтра. Тут по этой стоянке так быстро пробегу, места много, но субботу вечером она полная, потому что сегодня с утра места вообще нету, даже я вчера гулял вечером возле проходной, возле шлагбама две машины стояли, просто стояли перед стоянкой, отдыхали, ну, не знаю, я думаю, что они заплатили за стоянку, они по-любому, ну, я даже не знаю, как они, потому что как им выезжать, заехать, потом развернуться, либо задом сдавать, ну, не знаю, здесь есть, значит, что у нас на стоянке есть туалет, душ, умывальники и постирушки, туалет, умывальники бесплатные, туалет я заметил в Италии, знаете, как раньше были, просто дырка и становишься, садишься, это, ну, чтобы не уснуть, короче, с телефоном в туалете, ну, такие с утра нечистые, вечером уже грязные, умывальник нормальный, ну, нажимать надо ногой, чтоб подошла, по душу, душ ты можешь зайти, но ты не помоешься, пока не оплачешь 3 евро, там такой аппарат, выбираешь кабинку, 3 кабины и 15 минут ты можешь мыться за 3 евро, рядом помещение лаундри, это стиральные машины, сушилки, стиралка стоит 6 евро, а сушилка 1 евро, я смотрю, ребята тут развешивают штаны на своих этих самых, я не знаю, на чем я развешиваю, не знаю, что тебе не хватает, мощь, вот я ничего не делаю, ой, все равно надо выключить ее на бибиком, в другой раз непонятно почему, ну, я не знаю, я, может быть, если воспользуюсь стиркой, я наверняка сегодня воспользуюсь и стиркой, и душем, то я, наверное, там за 1 евро воспользуюсь этим, можно кешем, можно карточкой, но я потом, если будет возможность, покажу, также есть пиццерия, которая открывается с 11 до, по-моему, утра до 3 или до 2, а потом у них сиеста, да, сиеста там, по-моему, у них с 5 и до 11 вечера, кажется, так, но это я потом пройдусь, если будет возможность, покажу вам стоянку, но меня, в принципе, все устраивает, а самое интересное, что здесь 250 метров супермаркет итальянский, магазин продуктовый, вот жена заказала макароны и масло подсолнечное, у нас в Латвии проблема с продуктами началась, говорит, соли даже не хватает, вот пойду посмотрю, ну, соль я брать не буду, Наташа говорила, макарончики посмотреть, итальянские настоящие, и подсолнечное масло, оливковое масло, но она будет на связи, я буду с телефоном, буду показывать ей, что брать, это уже домой, потому что я работаю 3 недели, и в какой следующий период я буду в Италии, будет ли у меня такая возможность постоять здесь на выходных и сходить в магазин, я очень как-то сомневаюсь, реально очень сомневаюсь, вот, а что, а завтра у меня, по-моему, 2 погрузки, я уже даже забыл, потому что я, кстати, карточку вытащил, я всегда вытаскиваю карточку, когда стою на таких платных стоянках, либо на базах, потому что здесь полиция не проверит, потому что если карточка вытащена, а ты находишься в кабине, то штраф на тебе, если ты находишься в кабине, и карточка вставлена, то штраф, конечно, на фирму идет, ну, по-моему, на фирму, ну, либо может, нет, на фирму идет, потому что на его нафиг, нельзя 45-ку сидеть в кабине, так, что еще, что-то у меня как-то проверил свою карточку по своему, показывает, что, типа, якобы я какую-то страну не закрыл, когда заезжал на пароме, зачем там страну закрывать, я пересекаю границу, открываю новую страну, по-моему, там какая-то странная ошибка такая, ну, ладно, это не ошибка, там, там минимально, это какой-то глюк, потому что я на пароме не ехал там больше, чем нужно, ну, может быть, просто мне нужно было заехать на паром, тогда поменять страну уже на пароме, хоть, в принципе, надо было так и сделать, поменять страну на пароме и потом стоять, а я, походу, блин, заехал на паром и потом только поменял страну перед самым выездом, ну, фиг узнает, не знаю, как правильно делать, опытные ребята, скажите, пожалуйста, вот, ну, а сейчас рюкзак готов, кроссовки, сейчас тут плюс 10 градусов уже, не знаю, пока так оделся, в шортах прохладненько как-то еще, время у нас... я что-то не понял, что она не зарядилась, часы заряжал, заряжал, а не зарядил, ничего не понял, наверное, неправильно положил, ну, ладно, время у нас сейчас 11 часов, 14 градусов тепла, можно было бы, ну, нет, прохладненько, по-моему, вот, загружается видос, в уцельном темпе редактировал видео, уже два сохранил, сейчас третье, потом четвертое, опять уже сделал, потому что потом, я надеюсь, в Германии попасть на автохоп с вайфаем и загрузить по максимуму видео на YouTube, потому что видео закончено. Ну, сейчас пойдем, покажу, может быть, немножко стоянки, чтобы не привлекать только внимание, так что, let's go в магазин! Вот такая вот стояночка, ребята, вот здесь заезд и выезд, что там еще у нас? Вот этот дом, там пиццерия есть, приезжают местные, кушают, и там и туалеты, и лаундри, и все, что надо. Ну, вот, ладно, пойдем, вроде писалось, что 250 метров до магазина, я посмотрел по карте, пройду прогуляюсь, я когда заезжал сюда, тоже видел, что ребята шли из магазина, ну, вот этот маркет, может быть, он не такой дешевый, но все-таки маркет, я, правда, не знаю, где тут идти, как правильно, здесь должна быть какая-нибудь пешеходная тропа, ну, я не вижу этого, вот такой вот паркинг, если дать, я, главное, сюда заехал и стою, хорошо подошел итальянец, говорит, тут надо ближе подъезжать, чтобы сработал датчик, чтобы тебя как бы выпустили, ой, открылся шлагбаум, запустили, ну, вон там, за кустами маркет, по-моему, туда все ходили люди, кто даже не скажет, что этот город связан с курортным местом, вот так, ну, это другая сторона города, в принципе, я, честно говоря, даже не знаю, где мне тут правильно идти, чтобы, блин, не попасть под машину, сейчас будем определяться, но сегодня потеплее, чем вчера, вчера было как-то туманно и прохладно достаточно, называется Палкинг, Ларио, Тир, интересно, вот там можно идти, а, ну, там, наверное, надо идти, да, пойдемте вот здесь, здесь заезжал, горы, красиво, конечно, в Италии надо не сидеть в кабине, надо гулять, ну, посмотрим, гуляем по-своему. Так, я приехал, по-моему, да, я вот оттуда приехал и поехал дальше, потом на разворот, где-то здесь я, по-моему, разворачивался, да, и вот, да, вот здесь заезжал, да, вот там кольцо, я там заезжал и сюда налево, ой, направо и заезжал, говорю еще, я ничего не платил, открылась она с помощью бокса, шеллбокса, я думаю, так же будет и меня выпускать, ну, и отлично, нет проблем тогда. Вообще, так чувствуется, что здесь все-таки не латвийская погода, солнышко припекает, замечательно, там что, тоже какой-то магазин или там зона, тут заправка, H24, ну, зайдем, потом свяжусь с Наташей и буду выбирать масло и макароны какие-то, себе какие-нибудь сладости хочу купить. Карточки уже полные, все-таки, блин, зря я не взял выносной жесткий диск, надо было взять, ну, ладно, видео большие получаются и жалко удалять, особенно пейзажи итальянские, ну, ладно, там потом уже будет поменьше материала, когда буду по Австрии ехать, по Австрии тоже хорошо по горам было проехать, ну, по Германии там уже все понятно, только то, что, может быть, я буду говорить, кабины, какие-то нюансы интересные, потому что Германия уже, блин, изъезжена, я говорю еще раз, дороги Германии, они настолько монотонные по сравнению с голландскими, датскими, австрийскими и итальянскими, ну, вот, магазин, маркет, пойдем сходим, маску надо одевать, да, ладно, пока будем вырубать, пойдем вовнутрь. Ну, что сказать, побывал я в магазине, в этом супермаркете, цены здесь повыше, чем в Германии, даже чем в Голландии, ну, я шел, в принципе, за маслом, оливками, за подсолнечным, итальянским, за макаронами для дома, ну, получился там такой интересный момент, я посмотрел все на колбасу, там стоило в районе 2 евро, пошел на кассу самообслуживания, смотрю, блин, она стоит 10 евро, а я 4 штуки взял, нафиг положил, мне не нужна такая, согнул колбасы по такой цене, думал, так, на пробу взять, не удалось купить ничего себе, кроме картошки фри, как бы вот так, ну, что, ладно, сейчас пойдем уже на базу, в машине, будем готовить обед, а, курицу я еще взял, купил для супа, набрал кучу макарон разных, разнокалиберных, разного калибра, короче, Наташа будет, что готовить, взял сестре, Наташину, брату, сыну там по бутылочке оливкового масла, так что, вот так, ладно, идем в сторону судна, в сторону пароходика своего, а вон, смотрю, там стоят тоже, блин, машины почему-то, не пойму, блин, но они без фур, где-то они оставляют эти прицепы и приезжают сюда, потому что я вижу, что с антеннами стоят, телевизионными, а где они прицепы вставляют, а надо сейчас пойти глянуть, что такое, наверное, вон еще машинки стоят, наверное, здесь какой-то паркинг, ночью можно постоять, глянем сейчас, потому что я слышал, что 45-ку нельзя стоять, а 24 часа можно постоять, но вот там они без прицепов, а вот там с прицепами, интересно, или это одна фирма, какая-то красная машина, но нет, там много, смотрю, фур стоит, наверное, чтобы деньги не платить, блин, интересно, как они тут заезжают, что там стоят, вряд ли они заезжают с этого места, но стоят, не итальянские, главное, немецкие, румынские машины, интересно, а как они тут заезжают, там проезд запрещен, как-то, наверное, оттуда заезжают ночью, и кого знает, блин, тут надо еще развернуться, умудриться, блин, или, может, они тоже тут платят за стоянку, фиг кого знает, а мы сейчас прочитаем, что там написано, думаю, они оттуда заезжают, наверное, или что-то платят, а выезжают как тогда, нет, тут ничего не написано, что-то про паркинг написано, паркинг с 7 до 24, с приватого, да, странно, вот там как-то есть заезд, короче, ничего не понятно, но очень интересно, как-то они тут оказываются, причем это вообще задом заехал, заехал, ладно, крутятся как могут, но я думаю, что это не сорок пятку стоят, они стоят все-таки 24 часа, немецкий, румынский, итальянские машины, хотя может быть сорока пятку, а как они сюда заезжают, вот интересно, а вот, наверное, отсюда они заезжают, с этого места, и стоят, не, ну я так не хочу, блин, нафиг точно, приедет полиция, потом будут проблемы, а эти как-то вообще интересные, да, он спайку готовит, болгары или румыны, все, я понял, тут не написано про паркинг, но они, я думаю, что с какими-то нарушениями, да, ладно, идем, это их проблема, мы идем в сторону судна, в сторону машины, почему мне все по-морски хочется высказаться, надо тоже 250 метров пройти, совсем рядом, там смотрят, кого-то поцарапали, не поймешь вот этих итальянцев, есть как бы, блин, итальянцы, есть какие-то полу, полу, негры итальянские, что он хочет, денег у тебя просит, или что-то спрашивает, знаете, отношение такое у нас, к этой расе такое, что они попрошайничают, больше чем спрашивают, короче, на 35 евро я закупился, так, а здесь же тоже можно было бы пройти, по-моему, если я не ошибаюсь, забора-то тут нету, чтобы там не по дороге идти, о, или это я не туда пошел, не, не туда, там другая дорога же, это другая дорога, точно, у меня друг по другой, ну, хотел сократить путь, меня вот еще мучаются огнения по поводу выгрузки этого камня, блин, такое интересное, говорит, езжай сюда, дал адрес, я приехал, подошел, там чудак приехал, я говорю, вот это, этот адрес, он говорит, да, я говорю, вот вам тут груз, он говорит, ну, сейчас придут, пришел чудак, выгрузили меня, поставил закорючку на ЦМР, и все, ни штампа, ни фига, я говорю, а штамп, он говорит, ой, штампа нету, что-то офис, блин, вообще, я там выгрузился, хотя бы название фирмы прислали, проверяю по Google Maps, а у меня интернета туда не было на тот момент, только навигатор, и все туда приводят, по Google проверяю этот адрес, нажимая пальцем, он хобл и бэйс перебрасывает куда-то, ну, я не знаю, надеюсь, что, блин, камень достанется этой Инессе, или как там, Терезе, тоже, конечно, блин, заявочки, нормально так, в курортную зону, блин, причем достаточно богатую, да, вы же знаете, эта зона не бедная, в принципе, вот туда и повез, конечно, блин, там вертели у виска, так, сегодня, значит, у меня что по планам, сейчас покушать, потом пойти забросить стирку, бельишко, постираться, фу, либо оставить на Германию постирашку, а, наверное, я оставлю на Германию постирашку, по ваучеру там постирай, чтобы здесь не тратить деньги и время, там надо сидеть возле этой херни, ладно, сейчас пойдем делать себе обед, вообще, надо супец наварить, один раз, до самого, блин, заканчивается масло, чего я не купил себе масло, действительно, ладно, потом посмотрим, может схожу, вечером куплю себе масло, так, ладно, идем, вон там уже наша машина, коляски сворованные стоят, сил не хватало довести, донести, батярия должна быть уже открытая, так, ладно, пойдем к нашей машине, тут намывают машины, ребята, знаю, я мою машину на базе, некогда мне тут еще, блин, руками фигачить, фух, ладно, вот, пришли, все, пришли, отоварились, пойдем в кабину, продолжать работать с видео, погода отличная, фух, но надо видео сделать, да и тут, прогулять тут некуда, ладно, закончим с видео, будем себе обед готовить, фух, так, ладно, Продолжение следует...